Добрый день! Меня зовут Алина Ковальчук, я врач-координатор Международного Центра Поддержки Пациентов Буки-Мед. И сегодня я вам расскажу о лечении миомы матки. На сегодняшний день основными методами лечения являются консервативная терапия и хирургическое вмешательство. В то время как в странах СНГ все еще активно используют консервативное лечение миомы матки, в зарубежных клиниках пытаются максимально отойти от такого вида терапии, поскольку длительная гормональная терапия может отрицательно сказываться на детородной функции женщины. Поэтому основным методом лечения является хирургическое. При выборе тактики хирургического лечения предпочтение отдается органам, сохраняющим операциям, что очень важно для женщин, планирующих в будущем иметь детей, избежать осложнений в период после операции и быстро вернуться к нормальному образу жизни. И одним из таких наиболее современных методов лечения является фузоблация. Лечение данным методом заключается в дистанционном воздействии на клетки опухоли, фокусированным ультразвуком под контролем МРТ. Важно отметить, что данная процедура не инвазивная, не сопровождается кровопотери, а поэтому является абсолютно безопасной и безболезненной для женщины. Процедура выполняется амбулаторно и не требует анестезии. И уже через несколько часов женщина может быть дома. К сожалению, во многих странах СНГ фузоблацию выполнить пока невозможно в связи с необходимостью специального оборудования и подготовкой врачей. Но данный метод широко применяется в таких странах, как Израиль, Германия и Турция. Уже в течение трех месяцев после проведения фузоблации женщина может планировать беременность. Следующим современным методом лечения является эмболизация сосудов матки. Суть данной процедуры заключается в блокировке кровоснабжения сосудов, питающих опухоль. При этом кровоснабжение в самой матке не нарушается. Под контролем рентген-установки в бедренную артерию вводится препарат, который блокирует сосуды опухоли, после чего опухоль медленно отмирает. Эмболизация очень часто применяется вместо хирургического лечения и является эффективной в 90% случаев. Также одним из часто применяемых методов лечения является лапароскопическая миомэктомия, суть которой заключается в эндоскопическом удалении опухоли. Одним из ведущих онкогинекологов Израиля является профессор Дан Грисара, заведующий отделением гинекологической онкохирургии Университетской клиники Ихилов. Доктор в совершенстве владеет эндоскопической техникой и специализируется на лечении доброкачественных и злокачественных опухолей, в том числе и миоми матки. Профессионализм доктора признан во всем мире. Также он является членом Ассоциации гинекологической онкохирургии США и Канады. Одним из ведущих онкогинекологов Турции является доктор Фатих Гючер, врач отделения кушерства и гинекологии медицинского центра Анадолу. Клиника Анадолу является аффилированным центром клиники Джона Хопкинса в США. Сферой интереса доктора является ранняя диагностика гинекологических заболеваний и их хирургическое лечение. Одним из известных докторов Германии является Андреас Эббарт, профессор, доктор медицинских наук, врач и акушер-гинеколог клиники Вивантес. И специализируется на лечении доброкачественных образований, таких как эндометриоз и миома матки. Если говорить о стоимости диагностики, то полное комплексное обследование для выявления миомы матки в Израиле будет стоить около 3,5-4 тысяч долларов. В Германии 3-3,5 тысячи евро, а в Турции около 3 тысяч долларов. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их мне по адресу, который вы видите на экране, или написать их комментарием к этому видео.